Казарин Игоревич, на какие нишевые культуры может претендовать земледелец в случае пересева озимых в нынешнем году? Добрый день. Ну, хотелось бы ответить неоднозначно на этот вопрос. И единого ответа нет. Почему? Дело в том, что вероятность низкой перезимовки, большого количества выпавших растений, а может быть и полной гимии белиозимой пшеницы, приводит сельхозпроизводителя в затруднительное состояние. Прежде всего, почему? Дело в том, что современная технология выращивания озимой пшеницы требует довольно-таки больших затрат для заправки почвы удобрениями, обработки семенного материала против болезней, вредителей. Да, и стоимость семян в настоящее время довольно-таки, как говорится, недешевая. Поэтому сельхозпроизводитель несет затраты, которые он надеется при выращивании пшеницы, ну, скажем, вернуть. И не всегда это получается. Так вот, когда мы говорим о том, какие культуры сеять рано весной, в случае, если озимая требует пересева. Ну, прежде всего, хотелось бы заметить, что такие культуры в настоящее время довольно-таки в широком диапазоне находятся. И их можно разделить на несколько групп. Это, ну, прежде всего, яровые ранние культуры. И к ним следует отнести. Ну, прежде всего, это зернобобовые. К нишевым культурам мы в последнее время относим нут, который в настоящее время в Ростовской области, ну, довольно-таки получает хорошее распространение. И могу заверить вас, что и в ближайшем будущем нут на мировом рынке будет востребован. Точно так же, довольно-таки значимая культура, которая только лишь набирает обороты, это чечевица. И какую чечевицу сеять? Краснозерную, либо желтую, либо коричневую, либо зеленую. Здесь уже выбирать вам. Почему? Потому что в зависимости от того, какая она будет крупно-тарелочная, либо мелко-тарелочная, она идет немножко на разные цели. Ну, скажем, если чечевица зеленая, зелено-зерная, в этом случае она не требует дальнейшей подработки и переработки очистки. А вот краснозерная, она в дальнейшем очень эффективно используется на дальнейшую переработку и получение крупы чечевичной. Вот это из ранних бобовых. Кроме того, следует отметить такую группу, как растения яровые из семейства капустных. Сюда мы можем отнести горчицу сарепскую, горчицу белую и горчицу черную. Точно так же в настоящее время большой спрос на мировом рынке на качественные семена горчицы. В двух словах, это культура, которая, ну скажем, требует довольно-таки раннего срока села и особенно мелкосемянная, поэтому необходимо, чтобы была влага в верхнем слое. В настоящее время вы знаете, что на территории Ростовской области выпадает довольно-таки большое количество осадков. И почва накопила достаточное количество влаги, чтобы мы говорили о том, что можно посеять нишевые культуры, а можно посеять, и будем так говорить, яровые поздние, ну которые относятся к широкорядным, такие как подсолнечник, кукуруза, ну и соя. Но вернемся к яровым ранним. Все дело в том, что, как я говорил, наша задача эффективно использовать вот те элементы, которые были ранее внесены. Поэтому в зависимости от того, что было внесено, какой предшественник использовался для посева в прошлом году озимой пшеницы, мы и должны определять. И чаще всего пшеница могла быть посеяна после подсолнечника, после кукурузы. И поэтому вот эти предшественники уходят на второй план. А на первый план продолжаю перечислять вот к таким культурам, которые требуют скорейшей обработки почвы и посева после, скажем, обработки, после озимой пшеницы. Такие как эфиро-масличные, например, кориандр. И масличная культура сафлор. Вот это те культуры, которые в состоянии вам сделать рентабельным поле, несмотря на то, что, скажем, были затраты сделаны на обработку семенного материала и приобретение семян и посеву. По срокам сева нормально, вот и кориандр, и сафлор, еще есть время для того, чтобы посеять. Все перечисленные культуры, все перечисленные культуры, еще не поздно, требуют раннего срока сева. Но мы же должны объективно исходить под эти культуры, если это, скажем, пшеница выращивалась не по технологии наутил, все они требуют подготовки почвы. И, естественно, если выпадают осадки, мы почву подготовить не сможем. То есть мы должны дождаться физически спелой почвы. Это вот требование номер один. Второй момент, на что обращать внимание. В настоящее время существует масса технологий выращивания перечисленных мною культур. Но следует обратить внимание вот на что. В зависимости, ну скажем, от предшественника. Вот, к примеру, если зимная пшеница выращивалась по зернобобовым, конечно же, лучше не сеять бобовые растения. Почему? Потому что мы даем рекомендации на третий, четвертый год сеять. Не раньше, лучше четвертый. Поэтому, значит, не каждый, скажем, сможет посеять после выпавшей пшеницы зернобобовые растения. Что в этом случае делать, как я говорю, кориандр, который требует, ну, к себе, будем так говорить, особого внимания. В каком плане? Все дело в том, что если вы начнете искать семенной материал в настоящее время, семена, вам скажу, вот этих культур для пересева будут повышенные, повышенная цена на них. Поэтому, ну, скажем, в старые добрые времена хозяйство имели страховой фонд. То есть, если вдруг такие случаются неприятности, как отрицательные низкие температуры, возврат заморозков, которые приводят к гибели озимых хлебов, в этом случае хозяйство делают подсев, но подсев, как правило, той культурой, которая уже росла. И если, ну, скажем так, несколько предприятий в Ростовской области спросили у меня, что делать нам, пшеница очень изреженная. Я посоветовал найти двуручку и подсеять. Вот в данном случае, скажу, после этих осадков всходы появятся. Чем хороша двуручка, тем, что можно сеять осенью, будет как озимая культура, а можно весной, и мы точно так же получим зерно. Так вот, если у нас не бобовый предшественник был для зимой пшеницы, то мы, конечно, рекомендуем, в первую очередь, это посев нута. Какие здесь особенности? Ну, прежде всего, стоит отметить эффективность инокуляции ризоторфином, семян перед посевом. Необходимо учесть агрохимическое обследование, которое проводилось в хозяйстве последний год, и учесть еще наличие микроэлементов. Для того, чтобы хорошо развивались бобовые растения, нуты чечевица, и эффективно можно было использовать биологический азот, ну, то есть, симбиотическую азотфиксацию клубеньковых бактерий, азота из почвенного воздуха, необходимо обеспечить оптимальное питание и клубеньков, и бобовых микроэлементами, такими как бор, медь, цинк и молибден. Вот это четыре элемента, которые практически для всех, в том числе и для гороха, все это очень значимо. И вот если один из элементов будет в минимуме, вот он и определит нам дальнейший урожай бобовой культуры. Причем, обратите внимание, что для, скажем, нута требуется ризоторфин специфический для нута, а для чечевицы, скажем, должен быть ризоторфин чечевичный. И если мы нутовый возьмем и обработаем семена, мы не получим клубеньковых бактерий в посевах чечевицы. Вот эту особенность следует помнить. Точно так же из более поздних, скажем, культур из сои, можно сказать, точно так же есть клубеньковые бактерии и для сои. Да, Константин Игоревич, а вот какие работы необходимо провести, когда надо тоже дождаться зрелости почвы, да, для посева нута, раз мы говорим. Совершенно верно. Почва должна созреть. Это первое. Дожди закончатся, должна просохнуть маленько. Второй момент зависимости от того, какая сейлка имеется в наличии и чем сеять. То есть, современные сейлки, они предусматривают, ну, как говорится, подсыхание почвы. И если в хозяйстве есть сейлка прямого посева, то могу сказать, что, в принципе, посев нута или чечевицы может не требовать предварительной обработки, да, почвы. То есть, можно сохранить больше влаги. Совершенно верно. Можно раньше посеять, вот, сэкономить, во-первых, на горючем. Дело в том, что озимая пшеница, в принципе, поле подготавливалось, разрабатывалось. Оно должно быть и выровненное, и чистой от сорно-полевой растительности. То есть, можно прямым посевом, как говорится. Да, можно на этом сэкономить. Нут, я вам так скажу, что великолепно растет и по технологии наутил, и по классике, и по мини-тилу. Поэтому, если мы, скажем, пропустим первую операцию, ничего страшного, хорошо развивается корневая система, углубляется, и культура будет, вот, корневая система, будет уходить вслед за подсыхающей почвой. Вот для этого, то и необходимо провести, как можно раньше посев нута, вот по такому полю. Да. Сейчас, еще поезд не ушел, можно это сделать? Ну, я вам так скажу. В Ростовской области. Можно сеять, начиная с марта месяца, с начала марта, и заканчивая, ну, числом 10-15 мая. Но в этом случае, да, чем мы позже посеем, тем, с одной стороны, ну, скажем, поздний срок, это следует отдать тем полям, которые засорены. То есть, необходимо побороться с сорняками. Вы знаете, что нут не выносит, и слабо борется с сорно-полевой растительностью в начале вегетации. Значит, почему слабо? Дело в том, что у него в это время, где-то в течение месяца, формируется корневая система. И если создаются такие условия, повышенная увлажненность и низкие температуры, и фаза всходов, то есть прорастание, всходы и к ветвлению нута, низкие температуры способствуют хорошему развитию корневой системы. От того, насколько развита корневая система, формируется надземная вегетативная масса и закладывается от цветковой почки. Так вот, хотелось бы еще оградить сельхозпроизводителей от чрезмерного загущения этой культуры. Ну, я так скажу, что наши исследования говорят о том, что если мы культуру сеем с нормой высева 500 тысяч или 0,5 миллионов на гектар, в этом случае посев при, скажем, качественном семянном материале, при равномерной заделке семян в почву на одной глубине, да еще и чтобы была влага. То есть при дружном, как говорится, прорастании у нас всхожесть полевая может достигать 80 и более процентов. Если же мы плохо выровняли почву, либо отсутствует влага, а для этого нужно, чтобы посмотреть на какой глубине есть влага и заделать семена нута более мелко или более глубоко. Так вот, нут, я вам скажу, с 10, 12 и до 15 сантиметров прорастает. Но 15 сантиметров, конечно, нежелательно, он очень истощается. А 10-12 сантиметров он легко всходит и формирует довольно-таки мощное растение. Если же мы, скажем, неравномерно заделываем семена, что мы имеем? Вот те семена, которые попадают во влажный слой почвы, они прорастают буквально, ну, скажем, в течение 10-12 дней. А те, которые попадают на глубину, скажем, менее 4 сантиметров, верхний слой очень сильно пересыхает и необходимо ждать выпадения осадков. А осадки могут выпасти через 2 недели, через 3, через месяц. И вот представьте, часть растений у нас развивается, ну, скажем, достигает фазы ветвления, и здесь после выпадения осадков начинаются всходы нута. Сразу возникает вопрос, а когда же уборку проводить? Первой волны всходов или последней? То есть, вот с этим очень часто сельхозпроизводители сталкиваются. Ну, на что еще следует обратить внимание? Я вам так скажу, что если вы колеблетесь, какой нут Дези или Кабули сеять, скажу, что применение найдено и белосемянным, и коричневым, темным, черным сортам? Все дело в том, что некоторые, скажем, производители, которые занимаются выращиванием нута, считают, что белый нут ценится за границей. Оказывается, нет. Белый считают выбеленный. И этот нут в конечном итоге, ну, скажем, очень сложно реализовать будет. Поэтому, значит, необходимо приобретать для посева сорта, ну, скажем, вот, начинает, начинает только развиваться новый сорт нута Анатолия Ивановича Гробовца. Он Агроплаза называется. Но вы столкнетесь с проблемой отсутствия большого количества семенного материала. Вот у него, скажем, семена с носиком, но форма близкая к гороху. Вот это, я вам скажу, довольно-таки ценится в Германии. Да, хорошо, Касалин Иванович, а можно ли пару слов о затратной части? Она, например, такая же, как по гороху, по нуту, или дешевле, или производственная нута? Значит, все зависит от того, по какой технологии вы собираетесь его выращивать. Самые дорогие затратные части – это приобретение семенного материала. Это вот самое главное. Почему? Потому что, чтобы получить, скажем, первую репродукцию семян и довольно-таки качественную. Чаще всего ростовские фермеры едут в Волгоградскую область, Усть-Медведецкая, и приобретают 100 тысяч тонн. Элиту приобретают 110 тысяч тонн. Вот это самое такое затратное. Вторая часть. Обратите внимание, я не зря заострял, что норма высева очень важна. Ну, скажу, что на участках размножения мы сеем от 40 тысяч, то есть 0,04 миллиона, ну и до 150. И получаем хороший урожай, который позволяет нам, скажем, интенсивно размножать интересующие нас формы нута. Хороший урожай по нуту какой? Ну, для ростовской области. Есть такое понятие, как уже рентабельный. Это если тонну вы получаете, то он становится быть рентабельным. Если меньше, чаще всего при сложившихся ценах, а сегодня, скажем, цена реализации качественного нута, ну, шестерочка, скажем, да, решетово, ну, где-то порядка 38-39 рублей за килограмм. Если цены изменятся на мировом рынке, то будет и, скажем, однотонно супер рентабельно. Но что касается урожайности, вот скажем, если вы проводите ранний срок сева нута, и поле у вас чистое от сорняков, или же, я дальше буду касаться, что нужно сделать, чтобы поле было чистое, то в этом случае вы получите порядка 23 центнеров. И это, я вам скажу, для Ростовской области рентабельно. То есть 100% уже рентабельно. И реально получить эту урожайность. Ясно. Хорошо. Еще о нуте скажете, да? Потому что мне хочется вернуться к зернобобовым предшественникам. Что в этом случае, и какие сроки, чтобы с какими культурами можно еще успеть. Да, по нуту еще скажете, да? Да, ну по нуту хотелось бы отметить, что, ну как я говорю, идеально, конечно, если посев нута проводится после отзимой пшеницы, да еще если отзимая пшеница после пара. Вот в этом случае поле будет самым чистым. Но если же поле, ну скажем, засоренное, чаще всего, какие преобладают сорные растения? Страшными засорителями являются яровые, поздние, двудольные, широколисные. Это морь белая, амброзия. Несмотря на то, что это карантинный сорняк, вот скажем, по классической технологии, он занял большую часть Ростовской области. Также сюда относятся разные виды амарантовых растений, щирица. Так вот, если эти сорные растения, однолетние, появятся в посевах, значит, что? Конечно, я бы предугадал, зная, что поле минировано данными сорными растениями, именно семенами, я бы рекомендовал провести обработку до всходов нута почвенным гербицидом. В настоящее время самым актуальным гербицидом является Мерлин Флекс. Это тот гербицид, который порядка двух с половиной месяцев держит достаточно чистые посевы. Ясно. Но сразу скажу, что нут нежелательно сеять, если у вас есть многолетние сорняки, такие как асот или бодяг полевой, и венок полевой. Вот это два сорняка, которые, скажем, ограничивают возможности посева. Да. Хорошо. Константин Игоревич, ну давайте все-таки о нуте. Много мы говорим, а скажем о других культурах. Если все-таки зернобобовый предшественник был у пшеницы, и ее сейчас пересеваем, какую из культур вы бы рекомендовали для пересева, вот с учетом того, что мы уже в апреле находимся. Какие сроки еще не упущены для того, чтобы что можно было бы, чем можно было бы пересеять и получить хороший урожай, который позволит компенсировать затраты и получить какую-то прибыль? Ну, прежде всего, я бы рекомендовал обратить внимание на, скажем, растения из семейства капустные. Вот в данном случае, после... Кориандр. И кориандр. Сейчас о кориандре немножко позже. Ага. Хорошо. Именно капустные. Значит, почему? Дело в том, что горчица... Горчица? Ага. Да. Это мелкосемянная культура. Ага. И ее сеют на 2-3 сантиметра. Ну, чаще на 4 заделают. И если есть влага и почвы, то есть не следует ждать солнечных дней и ждать, пока все пересохнет верхний слой. А нужно как можно быстрее заходить в поле и сеять. Как только можно зайти в поле тоже прямым посевом? Вот скажу так, что это культуры, которые, ну, мелкосемянные, они требуют выравнивания поля, прикатывания до посева и после. Поэтому, если у нас поле абсолютно, скажем, чистое, но только есть остатки озимой пшеницы, прямым посевом можно посеять и капустные. Угу. Отлично. И в этом случае мы, скажем, через несколько дней буквально получим сходы. Если температура будет там 15 градусов, мы на третий день можем получить сходы горчицы. Угу. Хорошо. Далее, если мы вернемся и зададим вопрос, а какую норму высева? Дело в том, что вот капустные очень интересные тем, что, скажем, одно растение может формировать до 60 ветвей. Угу. И, если мы загущаем, а оптимально, я так скажу, на квадратный метр где-то 240-280 семян при посеве. Угу. Если выпадает часть растений по какой бы то ни было причине, то в этом случае за счет ветвления мы можем получить урожай практически, скажем, плюс-минус 100 растений большой роли для капустных не играет. Угу. Поэтому не рекомендую загущать посев. Но и имейте в виду, что вот что опасно для капустных это засуха. Если будет воздушная засуха, а растение еще не сформировалось до конца, корневая система слабая, вот сложно получить урожай. Если же растение укоренится и после мы, как говорится, будем наблюдать засуху, растение, сформирует достойный урожай, который позволит затраты на зимую пшеницу и прибыль получить. А сколько времени требуется для укоренения, если влажная почва, вот можно ли спрогнозировать с учетом ожидаемых осадков, вот как поступить? Ну, как я говорил, что у горчицы очень быстро всходят семена, если у них схожесть хорошая. В этом случае, ну, скажем так, если проходит две недели более-менее благоприятно, то растение дальше будет нормально существовать. ясно, две недели примерно. сразу скажу, здесь есть одно но, все дело в том, что поля, теоретически подготовленные для крестоцветных, не должны быть засорены горчицей полевой, сурепкой. Все дело в том, что если будет сурепка, невозможно семенной материал отбить, очистить и, ну, вот как мы говорим, это мы вырастим биотопливо. Цена на биотопливо совсем другая, значительно дешевле. Поэтому, еще раз говорю, мы должны и практически нет гербицидов, которые позволят уничтожить, скажем, сурепку в посевах капустных. То есть, ее, в принципе, не должно быть. Это вот основной момент, на что следует обратить внимание. При выращивании гортицы. Да, то есть, надо знать, была ли сурепка в предыдущие годы. Однозначно. То есть, каждый агроном должен мониторить, какое разнообразие сорно-полевой растительности на каком поле присутствует. А вообще, поля, я считаю, что должны быть чистые от сорняков. А скажите, какой ценник по горчице? Насколько она рентабельна? То же самое, как по муту, порог, рентабельность и урожайность? Ну, скажу так, все дело в том, что в зависимости от того, какая горчица, скажем, белая и черная, ну, идет процентов на 30 дороже, чем горчица сорепская. Почему? Потому что, скажем, в Европе ее используют для производства муки и выпечки хлебобулочных изделий. Горчица сорепская, это, как правило, растительное масло, растительный жир. И довольно-таки большое количество белка содержится, там, порядка 18 до 20 в отдельных сортах. Это как корм для птицы, для крупного рогатого скота и для свиней. То есть перерабатывают дифференцированно, поэтому, скажем, да, и еще очень важно. Дело в том, что, скажем, вот капустные очень тщательно мониторят на наличие тяжелых металлов и остаточных гербицидов. Действующего вещества гербицидов быть не должно. Поэтому либо, что если вы применяете средства защиты, в этом случае они должны быть очень быстро разлагаться, чтобы не накапливались именно в семенах. Почему? Потому что как раз склонны к накоплению и если, скажем, будет партия с какими-то гербицидами уже в семенах, в этом случае будет проблема эту продукцию использовать не будут. Но если же все будет экологически чистое, я вам так скажу, что после мониторинга качества чаще всего случается, что продукция, которая уходит на экспорт резко меняет свою цену чуть ли не в два раза, в два и более раз. Если это экологически безопасная продукция. Вот у капустных и у льна масличного это очень сильно заметно при, скажем, заготовке сырья на территории России и реализации за границу. Да, но по ценнику по урожайности и по урожайности. Да, ну дело в том, что, скажем, из-за того, что это культуры длинного дня, горчица зацветает летом, когда длинный день. И в этом случае, вот на территории Ростовской области, если выпадают осадки, то мы сразу говорим, что урожайность будет довольно-таки высокая. Что это за урожайность? Я могу так озвучить, что может быть и 20, и 25 центнеров, но не все семена, как правило, можно убрать комбайном. Из-за чего? Мелкие семена, они текут. Есть такое понятие, как дополнительная техника, типа рапсового стола. Если в хозяйстве есть, то потери резко снижаются. Если же этого нет, то чуть ли не половину продукции можно потерять во время уборки. И второй момент, очень важно начать уборку. То есть, как правило, культура требует либо, ну скажем, проведения диссекации, либо на свал скашивания и подбор. Ну скажем, двуфазная. Да. Первая фаза обычно проводится, ну скажем, при влажности до 38-35%. Значит, в этом случае, скажем, семена высыхают и мы скашиваем, когда последние стручки еще не сформировались, не налились. Если же мы делаем диссекацию, то в этом случае мы должны убирать при где-то 12-14% влажности. Вот что касается, так, по урожайности, если выпадает хотя бы один дождь на крестоцветные, ну в процессе вегетации, ближе к бутонизации, к цветению, будем так говорить, культура становится сразу рентабельной. Если с весны не было ни одного дождика, прежде всего низкое развитие, то есть по высоте будут очень низкие растения, ну и естественно мало сформирует. Значит, что касается стручков, стручки формируются довольно-таки высоко, проблем как у бобовых с уборкой, нижнего стручка, ну практически нет. То есть интенсивно вегетативное масса вначале растет, поэтому бобы, вернее стручки формируются значительно больше. Да, то есть дождика если не будет во время вегетации, то можно ему бы так сработать. Совершенно верно. Вот это очень... риск значительный с учетом изменений климата и повышения температуры. Ну, я вас немножко обнадежу. Дело в том, что эти же культуры используются в качестве сидератов. Поэтому если вы видите, что ничего хорошего не получается, можно использовать как сидерат и подготовить почву для следующего посева зимой пшеницы. Причем сидераты можно и рано весной сеять, и после уборки основной культуры. То есть осенью мы получим довольно-таки хорошую вегетативную массу с большим количеством белка. Да, то есть последующая культура компенсирует затрат. Да, как всегда надеемся на это. Что еще можно с учетом того, что зернобобовый предшественник был? Ну, как я говорил, если у нас предшественник был, ну, скажем, в течение трех лет зернобобовый или бобовый, в этом случае я бы порекомендовал посеять эфиромасличную культуру кориантер. Ну, особенность в том, что ее можно сеять и подзиму, и весной рано, и, скажем, проблемы общие, это вредители, но, скажем, у горчицы очень нужно вот после посева почти сразу либо обрабатывать семена инсектицидами, то есть это лакомый кусочек для крестоцветной бложки, и если с ней вовремя не побороться, можно потерять большую часть всходов. Точно так же у кориандра. Так, кориандр вот в апреле его не поздно посеять? Еще можно сеять. Да, это и культура довольно-таки раннего срока сева, но у нас это, будем так говорить, при посеве в апреле месяце мы еще получаем довольно-таки неплохой урожай. Хорошо. Значит, кориандра особенность такая, что необходимо бороться с вредителями цветоедами. Вот это основная проблема. Ну и второй момент, уборка кориандра, это самое главное, мы должны убрать его до выпадения осадков. Если семена созреют и выпадут хотя бы небольшие осадки, семена полсветлеют, то есть они должны быть коричневыми. Светлые семена это значит вымываются эфирные масла. Происходит обратный отток в почву. И такие семена это только биоудобрения. То есть надо следить за прогнозом погоды. Поэтому нужно проводить диссекацию диссекация и уборка. Совершенно верно. Ясно. Что по урожайности и по уровню рентабельности порог рентабельности? Я вам скажу следующее. Дело в том, что эта культура, которая в большей степени на территории Российской Федерации не перерабатывается. В основном это как сырье идет за границу. И там делают очень дорогие эфирные масла, которые стоят космическую цену для нас. Поэтому у нас цель сделать переработку на территории Ростовской области. Мечтаем. А что касается урожайности, скажем, 12-15 центров получим, рентабельность будет, даже с учетом того, что мы пересеваем озимую пшеницу. Отлично. А реально урожайность какова по Ростовской области? У вас есть? Николай Алексеевич, значит, еще раз цену могу сказать. Значит, в прошлом году, скажем, порядка 35-37 стоил килограмм кориандра, а сейчас доходит цена до 60. Это по цене. О, отлично. То есть, если тонна мы получаем 60 тысяч, то есть, это очень рентабельно. А по Ростовской области какая урожайность в прошлом году сложилась? Дело в том, что эта культура, несмотря на то, что нишевая, она занимает очень незначительные площади на территории Ростовской области. Чаще это Краснодарский край. Ясно. Но вот такие показатели это вполне реально 12 центнеров получить. Да, получить можно, совершенно верно. Хорошо. Хорошо. Ну, вот мы увидели набор из тех культур, на которые можно положиться. Но надо знать тонкости выращивания, тонкости агротехники и на это обращать внимание. Совершенно верно. Эти культуры мало, будем так говорить, распространены и поэтому на них, как вот по технологии выращивания мало обращают внимания. Но скажу, что вот, что касается капустных, наш ВНИИМ, Институт Масличных Культур, достаточно большое количество сортов создал. Они все масличные, довольно-таки качественные. Скажем, сейчас ведется работа для получения растительного масла с омега-3, омега-6, вот как подсолнечник создаются. То есть эти растительные жиры у капустных очень ценные, очень питательные, полезные. И я вам скажу, что европейские страны чаще всего используют именно горчицу сорепскую и из ее продукта растительное масло. Причем готовят не только скажем жарят, но и используют для приготовления различных салатов. Хорошо. Будем поставлять, будем знать куда сбывать. Спасибо, Константин на горыч обоих обоих